Участвующий номер 1 Одной точкой Которая нам расскажет что-то про эту точку Я называю эту самую штуковину Вот финальный предсказатель F0 Это вот уже Та самая решающая функция Дальше у нас есть семейство Это те функции, из которых мы выбираем Этот F0 Выбираем мы этот F0 Из F Ну, скажем так Это одна из F Это понятно Теперь смотрите, у нас есть T T это такая штуковина, которую мы хотим Максимизировать или минимизировать То есть это наше Чувство прекрасного Насколько вот эта функция прекрасна Определяется функцией T Чувство прекрасного Мы называем таргет Да, вот LQ, например Может быть вполне себе таргет Ну, в этом случае Минимизировать, да, расстояние по LQ Если у нас там среднее То мы максимизируем среднее Если у нас вероятность То мы там с вероятностью боремся Максимизируем ее там Вовсю и все такое Это понятно, да? А? Вероятность тоже может быть таргетом Да, то есть Например, вот у нас были В прошлый раз с вами таргеты Ну, вот максимум лайклихуд, да? То есть у нас есть функция Функция нам рассказала Что-то про каждую точку Вероятность того, что Мы максимизируем Вероятность того, что она рассказала То, что есть на самом деле Понятно? На каком-нибудь примере, да Хорошо Отлично, да Линейная функция Пускай у нас есть AX Плюс BY Плюс C Решающая функция Такого рода Y равно Сейчас будет меньше Давайте Z напишу Есть у нас такая Линейная функция Их много, понятно Да Собственно, все, которые С разными A, B и C Они у нас образуют семейство A, B и C В тех терминах, которые были В прошлый раз Это такой лямбда Оказывается, что F Это у нас на самом деле F От X лямбда Помните такие обозначения? Просто сегодня они тоже будут X Это XY такой, да Ура Теперь смотрите Мы можем Из всех-всех-всех Вот этих вот лямбд Выбирать такую лямбду Которая нам наилучшим образом Что-нибудь предскажет Ну, давайте Пробежимся По всем возможным таргетам Например Ну, окей Мы с E С E более-менее все понятно Или нет? То есть мы берем Кто такая решающая функция Это вот эта лямбда Мы говорим Для каждого конкретного X От 1 до M Побежали и сказали А вот лямбда X Минус Z ИТ ИТ Квадрат Она у нас где достигает Своего минимума? Тогда давай Край 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 Да А то с размерностями Будет беда Согласен Можем так написать? Можем так написать При этом решающая функция Будет Это так Где достигается Вот этот аргмин Семейство Это вот это Таргет Вот нарисован Кто у нас еще может быть? Ну положим у нас Функция Теперь мы говорим Что у нас есть классификатор И попытаемся там Максимум лайклихуд нарисовать Как мы можем сказать Кто такая у нас решающая функция? Ну пускай Решающая функция Будет такой Е в степени Минус Лямбда Х Так ведь можно? Единственное, чего нельзя Это Чтобы Она у нас отрицательной была Потому что у нас тогда С вероятностями беда будет Не, лучше не так тогда делать Лучше логистическую функцию фигачить Один единица плюс е в степени Минус лямбда х Вот это предсказывающая функция Такой предсказатель у нас Давайте смотреть на его свойства Если у нас Лямбда х будет большая очень То получится, что внизу у нас большая величина Ой, внизу у нас Маленькая величина Потому что минус Сколько Тогда получится это единица А теперь она ушла В минус бесконечность Когда внизу у нас очень большая величина Значит здесь у нас нолик получился В итоге это сигмует Теперь смотрите Мы говорим, что вот эта штуковина Это вероятность Ну Она между нулем и единицей Ну почему нам не сказать, что она Рассказывает нам что-то про вероятность Ну окей, пускай это вероятность Вероятность точки х При условии лямбда Можем же так написать Теперь возьмем для всех-всех-всех точек Которые у нас есть Мы можем посчитать, что Ситуация увидеть такой х Это надо для всех Х, принадлежащих нашему Множеству точек Вот эта вот вероятность Для всех правильных точек Х штрих Чтобы она была максимальной То есть для тех точек, которые хороши При этом умножить это, например, на Единица минус p От x В случае лямбда При лямбда При условии, если x у нас плохой Ну как мы можем сделать? Просто взять эти вероятности И возвести в степень y и t А здесь единица минус y и t Где y и t Принадлежит множеству 0,1 0, если не принадлежит нашему классу Единица, если принадлежит нашему классу Можем так нарисовать? Все, отлично Мы хотим максимизировать вот эту ботву При этом мы находимся в том же самом семействе решающих функций Окей? Все с этим примерно, ну, разобрались? Нету больше, ну, неточности каких-то По поводу того, где таргет, а где не таргет Ну, да А что? В чем проблема? Так, вот, погодите Z у меня это yi Zi Я понял, я с этими самыми С обозначениями запутал вас Zi Это то, чего мы приближаем У нас хорошая точка, это 0 Хорошая точка, 1 Плохая точка, 0 Теперь давайте смотреть Если я возвел степень То у меня Я максимизирую вероятность Хорошей точки И минимизирую вероятность плохой точки Правильно? А? В степени здесь единица Минус Zi, да Да, Ангелин Я сказал следующее То, что У меня есть линейная комбинация Это правда Но в данном случае Линейная комбинация мне не очень подходит Для того, чтобы моделировать вероятность Но у линейной комбинации Область значений другая Нежели у вероятности Если у вероятности 0,1 То у линейной комбинации У нас Большие области определения Поэтому я хочу сделать так Чтобы у меня область определения У решающей функции Совпадала с 0,1 Для этого я применяю преобразование Я беру вот этот самый сигмоид Нет, Ангелина Это как раз и есть f от x лямбда В этом вся фишка Это и есть f от x лямбда Это кто-нибудь понимает Или никто не понимает? Ну Вот смотрите У нас семейство решающих функций Теперь вот такое Сейчас я Я все сотру Снизу вот этот t Понятно, как образуется? Если подставить здесь Вместо p от x При условии лямбда Вот это вот лабуду Понятно, что мы так можем моделировать Все множество? Погоди, Ангелин Тебе вот это понятно? Почему Нижняя формула такая Очень народная Да, почему она Почему она Это самое Чувство прекрасного? Отлично С чувством прекрасного Мы разобрались Непонятно Вопрос остался лишь в том Кто сейчас Являет семейством решающих функций Верно? Смотри Семейство решающих функций Оно же нам должно давать вероятность Правильно? Ну, мы так определили Вот семейство решающих функций Нам должно давать вероятность Так определи Кто мне мешает сказать Что семейство решающих функций Это же у меня любое параметрическое семейство Почему у меня Любое параметрическое семейство Не может быть определено таким способом 1 плюс e в степени Минус лямбда x Вот я так его определил Это семейство решающее Уже ничего Не вопрос Там же не было написано Что f равно, правда? Ну, вот Такая тема Нет, лямбда x Это как вектора Скалярное произведение Ну, если у нас Многомерное Если у нас просто Одно значение x Ну, почему бы не сделать это число? И вместо b Вот это мы поставляем Ну да Кто куда Ага Ну, теперь мы совсем разобрались То есть Я думал, что это очевидно Поэтому На этом, наверное, не застрел внимание А надо было Ну, окей Да Сам переход такой Сам переход Сам переход Еще раз Ангелина, я же вроде это объяснял Ну, не важно Отдельно У нас У нас На самом деле Вот эта функция Она может быть любой Эта функция Как мы ее себе там расскажем Такой она и будет Это решающее семейство У нас может быть любым При этом Оно может быть вообще не функция Вот регулярное выражение Это отличное решающее семейство Там, ну, с функциями Совсем беда ведь получается Поэтому мы скажем Ну, вот при тех переходах Которые мы там делали Мы скажем, что на самом деле Нас сейчас интересуют Только такие решающие семейства У которых Которые зависят от параметра Лямбда Который принадлежит Который принадлежит Пространству РН То есть мы ввели Такое ограничение Мы берем не все f Которые нам известны Нам известно гораздо больше f Чем есть А именно вот такое И для него Мы можем проделывать Те операции Которые там проделывали Поэтому я делал такую ремарку Что вот на самом деле Мы не всегда так можем делать Да 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 Или ты говоришь сейчас вообще Про самый первый переход Который там делался Отлично Отлично Про первую Я говорил про следующее То что Мы можем рассмотреть Результат нашей решающей функции В пространстве Размерности Количества точек Вот у нас много-много точек Миллион точек У нас есть миллионмерное пространство А он не имеет никакого отношения К пространству признаков В этом миллионмерном пространстве На самом деле У нас есть точка Которой мы движемся Это правильное значение Для каждой из Сампла Есть точка Где мы находимся Это то значение Функций Решающих Которые у нас есть И внутри этого пространства Мы можем взять Ивклидовую меру Между вот этой Ну Взять расстояние Между текущей точкой И точкой Куда мы стремимся И мы пытаемся Минимизировать Вот это Расстояние Ну Мы сэе Ангелина Мы сэе Вот если я скажу Сумма От Х Ну там Тех же самых Лямбда Х Итых Транспонированная Минус Игрек Итых В квадрате Ты понимаешь Что вот это Евклидова мера В пространстве Вот этих вот Аев А Аи у нас От единицы До Сто пятьсот Сто пятьсот Это Блин Количество Количество Точек В данном Случа Это размерность Того Эвклидова Пространства В котором Мы находим Мы строим Таргет Окей Еще какие-то Остались вопросы Уже ли это Блин Так было сложно Черт Я как-то Не рассчитал Таргет Ну Это Такое Исходное Распределение Между Параметрами Между Решающим Семейством Но вообще Прайер Это довольно Широкое Понятие У нас есть А википедия Не помогает Нет Ну почему же Окей Ну еще раз Вот у нас есть Какие-то два события Мне кажется Я все верно Записал Вот у нас есть Теорема Ба-Ес Вот здесь Есть Исходная Вероятность События А Есть Вероятность События А При том Что мы знаем Что-то Что уже Произошло Вот мы знаем Что нам прислали Такое-то количество Точек Нам прислали Письмо С надписью Это Спам Вот сначала Мы думали Что это Письмо Что Решающая Функция Номер Один Лучше А потом После того Как мы Получили Письмо С пометкой Спам Оказалось Что Эта функция Не угадала А другая Функция Угадал Мы все Перевзвесили И получили Что после При наличии Этой информации Оказалось Что другая Функция Становится Лучше Таким образом У нас Вот это Распределение Отличается От вот этого Распределения Так вот Prior Это исходное Распределение От которого От которого Мы отталкиваемся До наблюдений Нет Ангелина Он Вообще Этот Prior Не имеет Отношения К письму Мы же Сейчас Рассматриваем Ситуацию Когда у нас Здесь Решающая Функция У нас Есть решающая Функция Мы их Взвешиваем Вот у нас Есть функция В которой Было Там 3 x1 Плюс 2 x2 И есть Функция 2 x1 Плюс 3 x2 Вот мы Думали Что Вот эта Функция Козырная А эта Функция Менее Козырная Но мы Получили Информацию О том Что Вот это Письмо Спам И каким-то Образом Перевзвесили С учетом Этой Информации Эти Функции И Получилось Что Вот эта Функция Скорее Правильная Чем Вот эта Понятно Или Нет Вот смотри Вот здесь Мы думаем Что Солнце Встает С вероятностью 0.5 Мы Сегодня Увидели Что Солнце Черт подери Встало Мы Добавили Каунтер Плюс 1 И Вероятность Стала Уже Не 0.5 А Вероятность Стала Повыше На Следующий Раз Ок Все Еще раз Мы Мы На На Сам Деле Рассматриваем В прошлый раз Мы Рассмотрели Несколько Вариантов Если Мы Ищем Единственную Функцию Тогда Это Называется Максимум А Пастериор Если Мы Ищем У нас Решающая Функция В более В сложном Виде Это Например Взвешенная Сумма Тогда Это У нас Бойесовский Подход В случае Бойесовского Подхода Мы Просто Берем Вот Этот Пастериор Который У нас Есть И С Учетом Этого Пастериора Взвешиваем То Что Нам Рассказывают Функции Все Неужели Вам Ну Ладно Окей Давайте Переходить Тогда К теме Сегодняшнего Обсуждения Если Нет Других Вопросов Нет Это Хорошо Да Так Сегодня Я буду Разговаривать О Сэмплировании Я В прошлый Раз Уже Много Раз Употреблял Слово Сэмплирование При Этому Ни Разу Не Раскрыл Что Это Такое Я Думал Как Раз Вопросы Будут Скорее Такого План В целом Этот Базверт Это Целая Наука Которую Конечно же Мы за Одну Лекцию Проходить Не Будем А Рассмотрим Только Пройдемся По верхам Я Надеюсь Что Этих Верхов Нам Хватит Для Того Чтобы Сделать Что То Практическое О О чем Мы будем Говорить Ну Сначала Мы Введем Определение Что же Такое Сэмплирование Расскажем Из чего Состоит Процесс Сэмплирования И Рассмотрим Основные Методики Сэмплирования Которые Используются В жизни Вглубляться Мы Не Будем Потому Что Само Сэмплирование И Само Построение Выборки Это Такое Искусство Которым Занимаются Всякие Разные Статистики Социологи В общем Люди Которые Нанимаются Выборочным Контролем Например Смог Дальше Мы Пойдем Переборные Методы Переборные Методы Это Все остальное В том числе И Хилклайминг И так далее Но В частности Первое Это Будет Полный Перебор Потом Мы Рассмотрим Хилклайминг Ну И Наконец Рассмотрим Сэмплирование Пространства Решений С Использованием Марковских Цепей В частности Будут Рассмотрены Два Наиболее Известных И Стандартных Алгоритма Это Метрополис Гастингс И Алгоритм Гипсом Ну И В конце Собственно Еще раз Про Таргеты Как Знал Итак Понятие Сэмплирования Сэмплирование Это Такой Метод Исследования Множества Путем Выделения Какого-то Его Подмножества Исследования Уже Его То есть Мы Анализируем Подмножество Какого-то Множества Положим У нас Есть Все Крысы В мире Но При этом Есть Мыши Есть Подопытная Крыса Вот Мы Надеемся Что На всех Крыс Распространяется То Что Мы На Подопытных Получим И Как Вы Видите Из Этого Примера К Нему Можно Подойти Очень С Разных Точек Зрения Кажется Что Лабораторные Крысы Или Лабораторные Мыши Они Существенно Отличаются От Тех Подвальных Крыс Которыми Мы Иногда Сталкиваемся И Тут В Наши Сердца Роняется Зерно Сомнения А Точно Ли Например Про Крыс Пример Хороший Мы Точно Сделали Хорошее Семплирование И На Самом Деле Оказывается Что Сделать Хорошее Семплирование Хорошего Множества Это Так же Сложно Если Не Сложнее Чем Придумать Как Потом Это Множество Описывать То есть Придумать Модель Математическую Придумать Как ее Минимизировать И так далее Поэтому Семплирование Это Очень Очень Сложно Когда Применяется Семплирование Когда Мы Не Можем Рассмотреть Все Множество Целиком Во-первых Я сюда Не Вписал Но Это Очевидно Когда У нас Нет Возможности Какого-то Аналитического Анализа Когда Мы Не Можем Аналитически Ввести Правильное Решение Нам Приходится Работать Все-таки С численными Методами Далее Множество У нас Слишком Велико Для Перебора То есть Если у нас Есть Три Объекта Мы Все Умеем Делать С тремя Объектами А если Если у нас Три Миллиарда Объектов Уже Может быть Мы Не Можем А может И Можем Все Зависит От Того Насколько Эти Объекты Сложны Второе Условие Когда У нас Может быть Объектов И Немного Но Исследование Каждого Объекта Может быть Очень Дорого Это Может быть Дорого Как По Времени Например Исследование Каждого Появления Того Самого Солнца Оно Стоит Нам День В итоге Мы Не Можем Провести Несколько Миллионов Исследований Потому Что Умрем Таким Образом Мы Приходим К тому Что Наверное Надо Делать Выводы Чуть Быстрее И Наконец Для Проведения Предварительного Анализа Зачастую Если Мы Хотим Например Построить Кластеризацию И У нас Есть Дорогой Алгоритм Кластеризации Но Более Менее Точный Они В основном Все Квадратные То Мы Можем Взять Сделать Какое-то Сэмплирование Внутри Сэмпла Провести Ту же Самую Кластеризацию И Экстраполировать Данные На Всю Генеральную Совокупность Из Чего Состоит Сэмплирование Сэмплирование Состоит Из Таких Пяти Странных Пунктов Каждый Из Которых По-своему Сложен Самый Конечно Сложный Пункт Это понять Какое же Множество Мы изучаем Как это ни странно Звучит Но Оказывается Что это Очень непростая Задачка Особенно В тех Случаях Когда Ну Когда мы Не рассматриваем РН Когда Нас Интересуют Какие-то Более или менее Природные Объекты Ну Например Качество Примера Можно взять Все запросы Которые Есть В интернете Не Все документы Которые Есть В интернете Теперь оказывается Что может быть Все документы В интернете Нам и не Интересны Потому что Порядка 80% Документов В интернете Это просто Мусор Который Никто Не Видит Возможно Нас Интересуют Документы Не Все 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 А Интересуют Только Те документы Которые Видит Пользователь А Это Вершина Айсберга Это Совсем Другая Генеральная Совокупность И Таких Примеров Довольно Много Но Опять Таки Те Самые Ссылки Вот Нам Интересны Ссылки А Потом Оказывается Что Половина Ссылок Это Рекламные Ссылки Или Баннеры Или Вообще Автоматически Сгенерированные Ссылки Всяких Партнерских Программ Они же Нам Не Интересны И Оказывается Что Первая Задача Несмотря На То Что Она Кажется Тривиальной Далеко Не Так Проста И Скорее Связана С Пониманием Предметной Области В которой Вы Работаете И С Тем Насколько Глубоко Вы Осознаете Чего Вы Хотите Далее Мы Должны Понять А Что Мы Из Этого Множества Можем Измерить То есть Вот Есть Все Все Что Есть А Есть То До Чего Мы Можем Дотянуться Например Мне В Моей Области Удобнее Есть Недостатки У теховских Презентаций Вот Из Того Что Мне Удобнее Мне Удобнее То Что Лежит Там Те Же Самые Линки Или Документы Которые Лежат В Индексе Яндекса Мне Совсем Неудобно Лазать В Индекс Гугла У меня Нет Доступа Туда Поэтому Я должен Понять А что Из этого Множества Из всей Генеральной Совокупности Я могу Узнать Ну В частности Я могу Измерить Все Документы Которые Показываются В топе Яндекса Ну Там Сто Миллионов Запросов На Десять Документов Где-то Миллиард Миллиард Документов Я могу Обработать Ну Это Как раз Множество Второе То Что Я могу Измерить Далее Надо Понять Какое Количество Измерений Мне Необходимо Сделать Сколько Мне Хватит Для Того Чтобы Решить Мою Задачу Ну Например У меня Есть Десять Параметров Относительно Тех Самых Документов Я Хочу Эти Десять Параметров Извесить Линейно Например Значит Мне Надо Подобрать Где-то Десять Коффициентов Если Десять Коффициентов Ну Сколько Мне Для Этого Может Понадобиться Документов Ну Десять Тысяч Ну Двадцать Тысяч Ну Не Надо Будет Миллиард Весь Который Я Могу Померить Значит Наверное Я Могу Придумать Что Объем Выборки Который Я Хочу Получить Значительно Меньше Чем Даже То Что Я Могу Измерить Не То Что Генеральная Совокупность После Этого Я Должен Придумать А каким Образом Я Буду Сэмплировать У Меня Есть Много Разных Способов Я Могу Посэмплировать То Что Мне Там Поближе Я Могу Посэмплировать Как-то Случайно Я Могу Посэмплировать Случайно По Времени Могу Посэмплировать Разными Способами И В Зависимости От Этого Я Получу Разного Качества Выборку По Сути Вот этот Разработать План Сэмплирования Вот этот Пункт И включает То самое Искусство Сэмплирования Искусство Того Как получить Что-то Что хоть Что-то Значит Потому что Зачастую Статистические Исследования Плохи Именно Тем Что алгоритм Сэмплирования У них Кривой Ну И Наконец Уже Провести Сэмплирование И Что-то Сделать Сэмплом Который Дальше Использовать Существуют Два Деления Сэмплирования Первое Деление Скорее Больше Теоретическое А второе Очень Практическое Так Вот Первое Деление Связано С тем Насколько Наблюдаемы Все объекты Все объекты Генеральной Совокупности Если мы Введем Функцию Вероятности Наблюдать Х То Тогда Вероятность Сэмплирования Это Такое Сэмплирование При котором Вероятность Каждого Из объектов Генеральной Совокупности Не ноль То есть У нас Есть шансы Увидеть Ту самую Белую Ворону Ну Невероятностное Сэмплирование Но это На самом деле Название Такое Переводное Я честно Говоря Не знаю Как это По русски Правильно Называется Но Скажем так Невероятностное Сэмплирование Ненаблюдаемое Сэмплирование Это когда У нас есть Часть объектов Которые Мы наблюдать Никак не можем И как вы Понимаете В этом случае Мы Не можем Делать Никаких Обоснованных Выводов Во всей Генеральной Совокупности Потому что А вдруг Эти объекты Окажутся Настолько Разными И отличными От всех Остальных Ведь как Минимум В одном Они отличаются У них Нулевая Вероятность Наблюдения Что Они Сместят Нам Наши Выводы В качестве Примера Здесь Можно Провести Довольно Простую Вещу Вот Если У меня Есть Там Люди Которые Бегают И Умеют Стучаться В В Двери В моем Доме Я могу Попытаться Посчитать Какой Процент Людей Там Там Мужчин И Женщин Ну Приду Там Постучусь Мне там Кто-нибудь Что-нибудь Расскажет Я Посчитаю Или Не Посчитаю С другой Стороны Если Я в Рабочее Время Приду И Попытаюсь Посчитать Количество Работающих Наверное Работающих Я там Не Обнаружу Ну Окей Мы Сейчас Модель Рассматриваем То есть Если У нас Возникает Такая Ситуация Когда Когда Чего-то Я не могу Наблюдать То Вот это Мы Относим Ко Второму Виду Сейчас Попробую Привести Еще Какой-нибудь Более Другой Пример Пример Х Это Это Человек Который Обладает Соответствующим Свойствами На самом деле Это Человек Да В данном Случае Это Человек Либо Мужчин Либо Женщин Во втором Случае Это Человек Работающий Безработный Вот Ну Например Я не могу Ничего сказать Про вчерашний Там Я не знаю Про Вчерашнюю Воду У меня Нету Доступ К Вчерашней Воде Но Наверное У меня Есть Доступ К Сегодняшней Воде Если Я попытаюсь Сравнить Сегодняшнюю Вчерашнюю В мое Симплирование Вчерашнее Попасть Не Может Значит Никакие Выводы А все Воде Которая Существует Там Я не знаю За все Время Использования Я не могу Сделать Я могу Только Экстраполировать Что-то Исходя Из текущих Наблюдений Да Что Б Тебя И второе Деление Это Собственно Без Возвращение И С возвращением Деление Очень Практическое У нас Один и тот же элемент Может участвовать Еще раз В выборке Или не Может участвовать Еще раз В выборке Какие у нас Есть виды Сэмплирования Из вероятностного Сэмплирования Есть несколько Простых видов Ну Простое Вероятностное Сэмплирование Это очень Простая Штука Если у меня Есть Какое-то Какое-то Большое Множество Объектов Я фиксирую Вероятность Того Что Каждый Из этих Объектов Может Мне Попасться Эта Вероятность Для всех Одинаковая Дальше Я подкидываю Монетку В зависимости От того Куда Эта Монетка Упала Я либо Беру Этого Товарища В выборку Либо Не Беру Все Довольно Просто Несмотря На то Что Все Довольно Просто Простое Вероятностное Сэмплирование Дает Очень Хорошие Результаты И Вообще То Все Остальное Пытается К нему Сводиться То есть Мы Хотим Чтобы У нас Получались Такие же Клевые Результаты Как у Этой Штуки Но Возможно За меньшие Деньги Возможно Там За Какие-то Другие Штуки Какие-то Другие Преференции Систематическое Сэмплирование Систематическое Сэмплирование Это Пускай у нас Есть какой-то Порядок Обхода Вот я Буду Идти В том же Доме По номерам Квартирам Первая Квартира Вторая Квартира Третья Квартира И так Далее У меня Есть какой-то Порядок Обхода Объектов И Систематическое Сэмплирование Говорит Мы будем Брать Одну из Каждых К Вот одну из Десяти Квартир Я буду звонить Я буду звонить В пятую В Одиннадцатую В двадцатую Тридцать вторую И так далее Каждую из Десяти Какую-то Случайную Я буду звонить Это Называется Систематическое Понятно Что Систематическое Сэмплирование Оно Обладает Рядом Свойств Во-первых Оно очень существенно Зависит от того Как вы определили Порядок Если вы порядок Определили Не очень хорошо То есть Если порядок Вам обеспечивает Какое-то смещение Например В Ну Видишь Здесь мы должны Выбирать Один из К Другое дело Что если мы Делаем Как-то более Хитро Попробую придумать Пример Если мы Всех Отсортировали По доходу И пытаемся Средний доход Вычислить То У нас есть Очень большие Богачи Которые Существенно Влияют На выборку Вот Нет Так наверное Тоже не получится Запросы По частотности Надо подумать Над хорошим Примером Но я думаю Что если мы Запросы По частотности Возьмем Да Отсортировать Все запросы По частотности И попробовать Взять Из них Каждых Каждых Десяти один Тогда у нас Получится Что Один Запрос Будет Из Вконтакте Одноклассники И так далее Которые Сверхвысокочастотные И по сути Определяют Качество Системы Один Запрос Будет Из Следующих И дальше По одному Будут Выбираться Из каждой Десятки Уникальных Запросов Которых 30% Каждый День Ну Получится Кривая Выборка Если мы Хотели Получить Прямую Выборку Надо Действовать По другому Ну То есть Надо Брать Например Вообще Надо Брать Запросы С учетом Частотности То есть Нам Надо Брать Каждый Каждый Положим Тоже Рандомный Первый Из Десяти Запросов Которые Были За Сегодня Из Вторых Десяти Запросов За Сегодня И так Далее Получается Что Порядок Обхода Он Вообще Это Значим Далее Есть Такая Штука Называется Стратифицированное Семплирование Это Когда Мы Хотим Делать Очень Просто Вот У нас Есть Какая Генеральная Совокупность А Есть Группа Которую Мы Реально Можем Исследовать Что Ж Так Вот И мы Хотим Перенести Свойства Вот Этой Группки На Генеральную Совокупность Но При этом Мы знаем Что В нашем Срезе Присутствуют Все Необходимые Группы Для того Чтобы Экстраполировать Знания На Генеральную Совокупность Ну Например Положим Я хочу Сейчас Там Всех Вот Здесь Поопрашивать На Тему Каких Политических Предпочтений Понятно Что С нашей Группой У нас Получится Все Плохо Потому Что У нас С демографическими Срезами Будут Проблемы Например С демографическими Срезами Здесь Я не вижу Седовласых Старцев Здесь Я не вижу Грудных Детей Ну Грудных Ладно Но С 12 Там До 17 Я думаю Что Не вижу Даже Такого Возраста Народ Я вижу Людей Которые В основном Интересуются Машин Леонингом Это тоже Довольно Существенное Смещение И так далее Но Но если Я Например Исследую Компанию Яндекс Всю Да Там Конечно же Больше Людей С Образованием Там Нестандартное Количество Людей С Знанием Английского Языка И так далее Они Существенно Отличаются От населения России Более того Там Даже Нету Категории Безработные Но Тем не менее На такой Широкой Публике Я уже Могу Попытаться Сделать Отдельные Срезы Посчитать Чем Моя Выборка Отличается От Генеральной Совокупности И Соответствующими Коэффициентами Экстраполировать Это знание На Например Всю Аудиторию Интернета Вот Такая Штука Которая Поделена Вот На эти Самые Стратусы Или Как они Там Называются Одеяло Говорят То есть На Лоскуты Поделил Всю Аудиторию Дальше Сказал Я по этому Лоскуту Все Посчитал Дальше Размер Этого Лоскута На самом Деле Должен Быть Вот Такой А у Этого Наоборот Должен Быть Маленький И Вот Такая Выборка Называется Стратифицированной Какие Здесь Есть Плюсы И Минусы Это Очень Мощный Механизм Как Вы Есть Недостатки В частности Это Очень И Очень Дорогое Исследование Связано Это С тем Что Дисперсии У нас Весь Складывается Правда И Вот Все Что Мы Намерили На Каждом Отдельном Кусочке На Каждом Отдельном Страт Мы На Каждом Кусочке Получаем Какую-то Дисперсию И Все Дисперсии По Всем Вот Этим Областям Мы Должны Будем Сложить Также Мы Должны Будем Все Это Дело Еще И Множить На То Что Получается При Погрешности Определение Той Или Иной Доли Ну Вот Сколько У нас Там Процентов Знающих Английский Язык Это Же Тоже Плюс Минус Сколько С Этим У меня Также Будет Проблем Ну И Наконец Финальное Чтобы Добить Камни Это То Что Смотрите Я Поделил Это Множество Блин На Маленькие Кусочки А Внутри Маленьких Кусочков У меня Дисперсия Это Будет Больше Чем На Всем Большом Куске В В Тоге Я Эту Дисперсию Два Ну Ухудшил Два Раз Первый Раз Когда Уменьшил Множество Анализируемое А Второй Раз Когда Сложил По Отдельным Кусочкам Результатом От Этого Результатом Этого Становится То Что Такие Исследования Очень и очень Дорогие Ну Не очень и очень Но Дорогие Но зачастую Это Единственный Способ Провести Исследование Потому что Ну Мы обычно Имеем дело С байсом Каким-то Пропорциональное Примерно То же самое Что и Вероятностное Кроме Того Что Вероятности Всех точек Не одинаковы То есть Мы Берем И говорим Что Есть у нас Классы Один класс 30 человек Другой класс 20 человек Ну скорее всего Надо брать Из первого Класса 30 к 50 А из второго Класса 20 к 50 С такими Вероятностями Для того Чтобы получить Что-то Для всех Школьников Какое Нет 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 Я могу И там И в первом И в четвертом Случае Делать И с повторением И без повторения И на самом деле Я буду получать Разные Самплинги Это Ортогональное Деление Повторение Или не повторение Может быть Вопрос в том Что в первом Случае У меня вероятности Были одинаковые А в последнем Случа Вероятности У меня не одинаковые Вот последний Случай Это когда я Сэмплирую запрос А первый Случай Это когда я Сэмплирую Тройки Ну или пары Таймстэмп И запрос Кластерная О Да О да Я совсем забыл Про оверсамплинг Извиняюсь В стратифицированном Сэмплировании Есть одна Большая проблема Мы думаем Что мы знаем Соотношения Те которые У нас есть Но Мы можем Их не угадать И тогда Окажется Что мы Каких-то объектов Взяли слишком много Если мы их берем Слишком много Получается Что мы оверсамплим Далее Кластерная Ну понятно Здесь мы Делим на кластера И надеемся Что эти кластера Да что у тебя Что эти кластера Можно Анализировать И Сэмплировать Отдельно Теперь Перейдем К невероятностному Сэмплированию Но я не знаю Как его правильно Обозвать Честно Опрос ближайший Вот если я у вас Сейчас прошу Там какой-нибудь вопрос Интересного свойства Там я не знаю Какой цвет Вы все любите Вы мне скажете Какой-то цвет Я Может быть После этого Замечательного исследования Могу сказать А вот все люди На планете Любят там Зеленый И буду неправ Почему Потому что Как опрашивал Опрашивал я Просто ближайших дел Но Тем не менее Очень В большом количестве Случаев Я Имею возможность Ацемплировать Только Вот таких Вот И нам Необходимо разобраться А что я могу сделать Для того Чтобы эту выборку Выпрямить Какой байос Я должен заложить То есть Где я могу ошибиться Ну и последний вид Семплирования Который Я Рассмотрю Это панельное Семплирование Я думаю Что все слышали О таком Виде исследования Когда берут Одних и тех же людей И много раз У них чего-то спрашивают То есть Мы Взяли Каких-то парней У них через 10 лет Спросили Допустим Вопрос Задали Тот же самый вопрос И изучили Как меняется Внутри И попытались Экстраполировать На всю популяцию Насколько меняется Отношение К тому или иному Вопросу Который мы задавали Как вы Мы их как-то выбрали Да Важно то Что второй раз Мы спросили Тех же И это далеко Не случайные люди Уже получились А это получились люди Уже Фиксированные Это невероятность На сэмплирование Как вы видите Из многообразия Всей этой Классификации Сэмплирование Это очень непросто И Есть Вот я анонсировал Что буду Рассказывать Есть замечательная книжка Которая называется Теория выборочного контроля Или просто даже Выборочный контроль К сожалению Я сейчас авторов не помню Вот Можно почитать Там довольно интересно Рассказывается Как в практических ситуациях Разрешать эту задачку Наиболее эффективный способ Это искусство Это скорее Вот это вот Может быть даже не наука Вот это вот То самое искусство статистики То есть искусство Получать какие-то цифры Которые хоть что-то значат Этим надо заниматься Об этом надо думать Там и так далее Итак Про то Кто такое сэмплирование Мы рассказали Что же надо Учитывать При выборе Способа сэмплирования Ну Природа И размер Возможного сэмпла То есть Если мы можем Выбрать Там Миллиард точек То Ну в общем Как бы мы все делали Сэмплирование Я думаю Результат будет Так нормальный Если у нас Мы можем выбрать Там Тысячу точек Мы должны Значительно больше Внимания уделять Тому Каким образом Выбирать Эти самые точки Наличие дополнительной Информации Об элементах Ну Для того чтобы Выборку Сделать Как можно Ближе к репрезентативной Было бы клево Чтобы мы По всем характеристикам Делали равномерно Но если у нас Известно Что В рабочее время Рабочие люди У нас скорее Не находятся Но мы должны Эту информацию Как-то держать в голове И придумывать И вкладывать ее В процедуру По сэмплированию Точность Необходимая точность Измерений Если мы хотим Померить с точностью До первого знака Положим ожидание Какое-нибудь То Нам надо спросить Мало народу С большей точности Больше Ну Мне кажется Это очевидно Точность отдельных Измерений Каждое измерение У нас может быть Неточным Нас Ну вот В смысле опроса Могут Обмануть Если нас обманут Значит мы Учтем Что-то неверно Насколько Наш метод Измерений Наша Наша Оставшаяся модель Чувствительна К тому Что нам скажет Что-то неверно И как мы можем Придумать В методике Сэмплирования Механизм Который нас спасет От Неточности В отдельных Измерениях И увеличит Эту точность Максимальную Ну и наконец Стоимость измерений Сегодня я чувствую Самый частый слайд Это будет Мой логин Скрин Сейчас я что-то Про статистику Рассказываю И вообще Про то Про что по идее Рассказывать не должен Но возвращаясь к ML В прошлый раз Мы с вами Проходили такую штуку У нас есть вероятность Конкретной Решающей функции При условии данных Которые мы наблюдаем И мы там хотели Максимизировать Эту вероятность В случае Максимум Да, в любом случае Если нам известны Вероятности То есть наш таргет Он имеет Вероятностную Природу То мы вообще Напрямую можем Брать и применять Методы сэмплирования То есть мы можем взять В тупую И посмотреть Если мы выберем Какие-то случайные функции Какие функции лучше Из случайных функций Выбрать какое-то решение Оно будет не самое плохое И чем больше функций Мы выберем Тем ближе Оно будет к оптимальным В чем здесь есть проблема Ну вот в такой формулировке Проблем две Проблема номер один В данном случае Не определено пространство F То есть мы Не знаем Каким образом Бегать нам По вот этому Семейству Семейству решающих функций И второе Непонятно Как устроить обход То есть непонятно Как Из этого Из этого множества Выбирать отдельные самплы Для того чтобы Решить эту задачу Иногда оказывается Что ничего делать не надо Ничего делать не надо В тех случаях Когда F Мы выбираем Из некоторого количества функций Ну например Если наша задача Заключается в том Чтобы выбрать А какой метод оптимальный SVM Decision trees Там я не знаю Linear regression И еще что-нибудь такое Вот у нас есть там Типа четыре метода Ну давайте переберем Все четыре метода Каждый из них Нам расскажет Кто из них хороший И мы Честным образом Решим эту задачу Но С Увеличением N А мы обычно Имеем дело С довольно большими N В частности Вот Чем ближе они К бесконечности А бывает Ведь такая ситуация Когда мы Хотим Бесконечное пространство И более того Мы иногда Хотим не Несчетное Мы не счетное множество Обходим Континуальное В этих случаях Уже есть проблема С тем Чтобы перебрать все Тем не менее Я настаиваю На том Что Переборные методы Очень часто Имеют смысл Нам зачастую Кажется Что Ой Объектов много Но потом Выясняется Что объектов Жалких Там несколько миллиардов Современная техника Позволяет Обойти Несколько миллиардов Несколько миллиардов Точек Это не такая Большая проблема И в этом случае Вы можете получить Точный ответ Ну получайте Точный ответ Не парьтесь Но если Мы находимся В ситуации Когда Все-таки Точек Больше чем Все-таки Элементов семейства Больше чем хотелось Или Их просто Бесконечное количество Тогда Нам необходимо Ну во-первых Все-таки Вести какой-то Порядок обхода То есть Показать А какие же Из них Хорошие Далее Мы можем Например Если мы ввели порядок То мы можем Применить Систематическое Симплирование Мы только что С вами говорили Что такое Оказывается Бывает Если Исходный Обход Это действительно Симплирование То есть Это порядок Всех элементов Мы обойдем Каждый Когда-нибудь То Это систематическое Симплирование Даст нам Результат Адекватный Тому Насколько Хорошая Наша функция Вероятность По результатам Мы можем Во-первых Выбрать Просто лучше А во-вторых Можем составить Взвешенное Решение На основе Информации О вероятности И На основе Того результата Который Дает Предсказывающая Функция Из большого Множства Да Берем Ну Не просмотрим Мы каждый Десятый Берем Очень хорошо Каждый Тысячный Да Но мы же До бесконечности С вами Не дойдем Мы же У нас же Подмножество У бесконечного Множества Бывают Еще и Конечные Да Рискую Но Мы надеемся Что мы Очень Лаки Задаете Очень клевые Вопросы На самом деле Как раз Проблема Тех методов Которые Мы Сегодня Будем Рассматривать И заключается В том Что Они Работают На бесконечности А когда Остановиться Выбираете Вы Сами В итоге Оказывается Что Насколько Ваше решение Правильно Определяется Вашим А Терпением И Б Мощностью Вычислительной Техники И Развитие Тех методов Про которые Мы сейчас Говорим Приходится Как раз На развитие Вычислительной Техники Когда Начали Брать Интеграл На самом деле Все Вот это Сэмплирование Изначально Вертелось Вокруг Взятия Интегралов Больших Там Тоже Проводится Сэмплирование Пространства В котором Введена Вероятность И Считается Численно Считается Интеграл Все Делалось На самом деле Вот МЦМЦ Про который Мы сегодня Будем говорить Ровно Для этого Был Придуман Но А потом Было Доказано Что Это На самом деле Сэмплирование Если это Сэмплирование Ну почему Немножечко Говорил Про Обход Про то Что мы Должны Научиться Обходить Все 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 Функции Которые У нас Есть Вообще Это уже Известна Такая Штука Которая Называется Случайное Блуждание За Этим Термином Еще Одна Бесконечная Область Стоит Про которую Наверное Можно Отдельный Курс Рассказывать Но Я опять Таки Попытаюсь Вкратце Там в двух слайдиках Рассказать Про что Это Итак Что мы Хотим Сделать Во-первых Мы Предположим Сейчас Что Рассматривать Случайное Блуждание Мы будем Не на Графах Где Он Очень Часто Рассматривается А В пространстве РН В данном Случай Н Это у нас Размерность Параметров Размерность Лямбды Еще раз Мы Предполагаем Что Функция У нас Зависит От единственного Вектора Параметров Лямбды Окей Оказывается Что Блуждание По Семейству Функций Равнозначно Будет Блужданию Внутри Этого Пространства РН По Лямбда Собственно Блуждание По Лямбде Мы И будем Устраивать Например Как это Можно Сделать Например Это Можно Сделать Таким Образом Мы Берем Текущий Шаг Лямбда Т Делаем От него Какой-то Случайный Прыжок И Соответствие С Каким-то Условием Которое Стоит Которое Зависит От Предыдущих Точек Возможно Мы Принимаем Этот Шаг Он Становится Следующим Нужным Мы От него Делаем Снова Прыжок И так Далее Это Это Более Или Менее Понятная Схема Или Нет Или Нарисовать Но в этой схеме Неопределено Две Вещи Первое Это способ Сделать Шаг То есть Непонятно Откуда Берется Вот Это Кси И это Довольно Интересный Момент И Второе Условия Принятия Шага И Вот Все эти Блуждания По сути Различаются Как раз Тем Как делается Шаг Ну или Как выбирается Следующая Точка Обычно Пишут Там Не Адитивность Какую-то Берут А Рассматривают Просто Условную Точку И Условия Перехода Существует Очень Ну Так как Движение Молекул Всем этим Случайным Блужданием Моделировали То Это Опять-таки Связь Довольно Существенная Связь С физикой Так же Как Случайное Как Эсимплирование Которое Мы Только что Рассматривали При этом На что Стоит Обратить Нимание Когда Вы Устраиваете Своё Случайное Блуждание Я думаю Что Во-первых Вы Каждый Себе Сейчас Может Придумать Наверное Случайное Блуждание И Я Ну Зуб Наверное Не дам Но В общем Мне кажется Что Если Опросить Каждого Из вас В отдельной Кабинке То В сумме Мы Получим Методов Ну 10 20 Много Получим Много Разных Методов И Оказывается Что Это Случайное Блуждание Может Быть Очень Разным И В каждом Конкретном Случае Зачастую Мы Придумываем Своё Новое Собственное Случайное Блуждание Придумывая Это Случайное Блуждание Я Советую Вам Обратить Внимание На Два Очень Важных Аспекта Первый Размерность Лямбда Может Быть Меньше Чем Кажется Если У вас Есть N Параметров То Размерность Решения Может Быть Далеко Не N Если Несколько Из Этих Параметров Два Или Связаны Между Собой То Оказывается Что Одно Из Направлений Лишнее Ну Например В Прошлый Раз Мы С вами Рассматривали Задачу Ранжирования И С Ранжированием Там Есть Одна Понятная Штука Если Я Добавлю Константу Или Умножу На Константу У У У У У У У Таким Образом Все Решения Все Линейные Решения С Точностью До Константы С Эквивалент Что Мне Это Дает Мне Это Вот Что Если Я Буду Находиться В Исходном Пространстве То Я Могу Долго Долго Идти Вдоль Этой Плоскости И Не Прийти Ни К чему Хорошему Поэтому Если У вас Размерность Реальная Размерность Меньше Чем Размерность Исходная Ну Положите Вы Это Дело На Сферу Например Ну Скажите Вы Что Сумма У Вас Там Должна Быть Сумма Квадратов Всегда Единица И Вы Избавите Себя От Одного Из От Одного От Одной Орты От Одного Из Измерений Тогда Ваше Блуждание Станет Проще Оно Станет Не Только Проще Оно Станет Еще И Более Эффективным Далее Ограничение На Лямбда Существенно Осложняет Процедуру Вам Придется Думать О том А что Будет Если Лямбда Выйдет За Границу Допустим Если Лямбда У вас Только Положительная То На Граничке Вам Придется Думать А прыгать В ту Сторону Которая Отрицательная Или Нет В итоге На Границах Ваши Распределения Будут Отличаться От Теоретических И Поведение В Таких Ситуациях Ну Если Вы Это Такие Практические Соображения Из Реальной Жизни Подчеркнуты Типа того Да Да Ну Это Я Обозначил Семейство Тех Методов С которыми Сейчас Будем Работать Конкретные Условия И Конкретные Способы Обхода Они Будут Разные Для Каждого Из Методов Текс Ну Некоторые Виды Случайного Блуждания Например У нас Может быть Множество Шагов Фиксировано Вот Я могу Шагать Либо На Плюс Один Либо На Минус Один У меня Есть Одно Направление Я Бегу Либо В Положительную Сторону Либо В Отрицательную Сторону Вполне себе Случайное Блуждание Все Хорошо Гауссовское Блуждание Если у меня Все компоненты Распределены По Нормальному Распределению С каким-то Ожиданием И какой-то Фиксированной Дисперсией То Это блуждание У нас Будет Гауссовское Мы его Будем Сегодня Тоже Использовать Самозависимое Положим Мы хотим Если мы Видим Что в эту Сторону Нам бежать Лучше Ну давайте Бежать В эту Сторон То есть Получается Что если Мы в эту Сторону Уже Бежали То Вероятность Того Что мы Туда Побежим Еще Раз Она Выше Таким Образом Наше Блуждание Оно Зависит Само От себя Там Их Несколько Видов Но В целом Обозначим Это Как Самозависимое Блуждание Самый Простой Метод Из того Что Может быть Это Simple Hill Climbing Simple Hill Climbing Штука Очень Очень Простая Возьмем И зафиксируем Минимальный Шаг Вот мы Только Что Говорили Что Блуждание У нас Может быть В каких То Пределах Ну Только Что Говорили Что Множество Фиксированных Шагов В данном Случа Множество Фиксированных Шагов Это Шаги По Ортам Не Нулевая Компонент Которых Омега Теперь Что Мы Делаем Мы Берем Из этих Фиксированных Шагов Из Фиксированных Ортам Выбираем Ту По Которому Пойдем Если Вероятность Той Функции При условии Данных Которые У нас Есть Выше Чем Та Где Мы Сейчас Находимся Мы Туда Перейдем Нет Не Перейдем Только Что Мы Собственно Обсуждали Этот Метод По Научному Этот Метод Называется Hill Climbing Как мы Видим Здесь Определено И Способ Блуждания И Условия По которым Мы Переходим Таким Образом У нас Вся Система Определена И Вполне Работающий Метод Более Того Этот Метод Действительно Очень Неплохо Работает В том Случае Когда Мы Находимся В Выпуклой Ситуации Омега Одна И та же По любому Направлению Пойду с Одним И тем Шагом 0 0 0 1 Можешь Но Классический Метод Говорит Один Шаг Но Надо Будет 10 Шагов Сделать 10 Шагов Ничего Страшного И На самом Деле В этом Нет Ничего Страшного Если Шаг Фиксированный Ну Какая Разница 0 0 1 Или 100 500 Если Ты Находишься На Расстоянии Миллиард От Того Места Которое Должно Быть Все равно Не дойдешь А если Повезло Все равно Дойдешь Да Конечно Еще раз Если Вероятность Функции В которую Мы Переходим Выше Чем Вероятность Функции В которой Мы Переходим То Переходим Нет Не Переходим Это Очень Тупой Метод Он Очень Простой Как Ну Я думаю Что Четыре Строчки Ну Я Берусь Реализовать Этот Метод За Четыре Строчки Вот Кто Меньше Да Он Очень Быстро Сходится То есть Если Мы Находимся Где-то Близко К Оптимуму Мы Очень Быстро Придем К Оптимуму Потому Что Мы Всегда Двигаемся По Шерсти То есть Мы Всегда Двигаемся В сторону Улучшения Функции Но Этот Метод Безумно Зависим От Выбора Начальной Точки Из-за Фиксированного Шага Мы Можем Двигаться К Оптимуму Очень Очень Долго А Это Следующий Слайд Итак Проведем Какой-то Анализ Ну Во-первых Вся Эта Дура Сходится Действительно В Локальный Максимум Сходится Не В Локальный Максимум Так Бывает Вам Может Увести Если Ваш Шаг Позволяет Вылезти Из Этой Дыры Во-вторых Он может Очень И Очень Долго Сходиться Ну То есть Представьте Себе Ситуацию Когда Мы Находимся Находимся Вот здесь Вот где-то В нуле Ну Все Любят Из Нуля Ходить И Делаем Шажки Которые На доске Не Видно Положим Здесь 100 500 Шаг У нас 0 0 0 1 Мы До 100 500 Не Дойдем Никогда Ну Потому Что У нас Жизнь Кончится Раньше Мы Дойдем Какой-то Suboptimal Солюшн Собственно Вот эти два Примера Они Демонстрируют То Насколько Мы Зависим От Выбора Начальной Точки Но если Да Еще Есть Такая Проблема Представим Себе Ситуацию Когда У нас Измерений Больше Чем Одно Мне Тор Слабо Нарисовать Тор Ну Ну А Ситуация Когда Вот Я Протопчу Сейчас Здесь Эту Самую Тропинку Глубокую Я Долго Здесь Буду Топтаться Много Много Лет А Потом Попытаюсь Найти Минимум Среди Вот Этого Всего Подиума Вот Этот Метод Мне Начнет Топтаться Где-то В районе Вот Этого Круга И Будет Ходить По Кругу До Конца Дней Своих Но Может Быть При этом Самый Нистый Не Упадет Потому Что Он Всегда Будет Находить Куда Куда Подальше Ну То Какое То Улучшение Того Что Есть Но При Этого Улучшения Не Его Коптим А Его На Маленький Маленький Этот Самый Шажочек Может Сдвинуть Ну Также Эти Аллеи Могут Ити Бесконечно Если Мы Неправильно Подобрали Размерность Итак Мы Существенно Зависимы От Начальных Точек Ну Хорошо Давайте Будем Шагать Поменьше Но Повеселее От Разных Точек Пошагали От Разных Точек Получили Лучшее Сэмплирование Вся Эта Штуковина Будет Называться Random Restart Или Shotgun Hill Climbing А дальше Уже Каждый Мыслит Меру Своей Испорченности Я В Классике То есть Вот Именно В таком Виде Не Реализовывал Ни Разу Я Сегодня Узнал Что Оказывается Там Фиксированный Шаг На самом деле Я Когда Реализовывал Самостоятельно Hill Climbing Когда Мне Было Совсем Лень Шаг У Меня Конечно Был Был Гаус Гауссовский Ну И Продавать Я Вам Собрался Как Раз Гауссовский Шаг Но Покопавшись Литературе Выяснил Что Все Оказывается Не так Просто Поэтому Я Рекомендовал Скорее Шаг Гауссовский Чем Гауссовский Шаг Хорош Ну Тем Что Вот Этот Вот Там 100 500 Если У вас Большая Вероятность Перейти То С Очень Маленькой Вероятностью У вас Может Быть Очень Большой Шаг Если Вы Эту Очень Маленькую Вероятность Поймаете То Если У У Какое То Направление Преобладающее То Шаги У Могут Быть Довольно Длинные И Это Хорошо Положим Я Вот Здесь Вот Нахожусь Я Говорю Следующее То Что Положим Я Зафиксировал Тот Тот же Самый Шажок Сигму Я Зафиксировал Там У У У Там Была Одна Миллионная Там 0,1 Допустим Ну Хорошо Значит Прыгать Я буду Недалеко В среднем Прыгать Недалеко Вот Настолько Недалеко Но Иногда Очень Очень Редко Каждый Миллион Раз Я Прыгать Буду Очень Далеко Потому Потому Что С Маленькой Маленькой Вероятностью Гауссово Распределение В данном Случше Не Гауссово Нормальное Распределение Вот Такой Дисперсии Мне Будет Выдавать Феерически Большое Отклонение Отклонение Я По нему Прыгну И Шаг У меня Будет Большой Ура Счастье Из Башки Вот Нет Мы Каждый раз Кидаем Рандом Этот Рандом Нам Дает Шаг И мы С этим Шагом Пытаемся Сдвинуться Если Нам Это Удается То Ура Не Удается Значит Не Ура И Получается Что С одной Стороны Мы Можем Довольно Быстро Шагать Но Быстрее Чем С Фиксированным Шагом С одной Стороны А с другой Стороны Если Мы Уже Находимся Очень Близко От Максимум Нам Позволяются Делать Очень Маленькие Шаги Которые Нас Все Равно Ведут К Улучшению Результата Таким Образом Рандомность Ну То есть Какая Это В Длиннее Шага Мне кажется Это ключевая Вещь Для Эффективности Всех Этих Алгоритмов За Одним Исключением Я Уже Говорил Еще На Первой Лекции Что Мы Можем Достигнуть Очень Существенного Верфита Если У нас Будет Очень Маленькие Шажки Мы Слишком Точно Можем Подобрать Решение На Лерне При Этом Проиграем На Тесте Так что Здесь Надо Думать С головой Надо Думать Пробовать Много Раз Пробовать Итак Интуиция Интуиция Следующая Да И кстати Нормальный Шаг Вам Позволяет Ну Когда Нибудь В жизни Вылезти Из локального Максимума Может быть В конце Концов Ну Точнее Он Точно Прыгнет Вопрос Вероятности Итак Что Говорит Нам Интуиция Интуиция Нам Говорит Что Если Мы Не Хотим Все Время Болтаться По Локальным Максимумам А если Пространство У нас Ну Вот Реальные Пространства Если Там Трехмерно Их Рассматриваете Они Выглядят Как-то Вот так Вот Такие Холмики Небольшие В итоге Локальных Максимумов Там Дофига Если Они Там Неявно Выпуклые Явно Выпуклые Выглядят Понятным Образом Вот Поэтому Локальные Максимумы Ну То есть Методы Которые Сходятся В локальные Максимумы Они Не Очень Хороши И Нужен Механизм Для того Чтобы Из этих Локальных Максимумов Выбираться А как Выбираться Ну Это Значит Надо Научиться Шагать В сторону Ухудшение Результат Вот Мы Находимся Уже В неплохом Месте Но Мы Должны С Какой-то Вероятностью Из этого Хорошего Места Выскакивать Далее Хорошо бы Обойти Все Таки Все Пространство Потому Что Ну Вот Метод Который Мы Рассмотрели Который Совсем В классике Он Точно Все Пространство Не Обход Он Свалится В Локальный Максимум Или Локальный Максимум В зависимости От А нам Хотелось Бо Метод Который Все Таки Черт Подери Сэмплирование То есть Мы Хотим Сэмплирование А это Сэмплирование Не Является Ну И Наконец Скорость Движения Хорошо бы Чтобы Менялось Да Ну Собственно Я Про То И Говорю У У нас Будет Неустойчивое Состояние Даже В глобальном Максимум Ну Да В конце Концов Мы Выйдем Из него То есть Грубо говоря Здесь Везде Будет Налито Как-то Вода Ну Даже Не Вода Скажем Так Чего Чуть Ну Нет Это Все Таки Не Шар Я Сказал Что Ну Вот Представьте Себе Что Это Там Какая Атмосфера У которой Есть Плотность На разных Слоях Вот Количество Молекул Оно будет Распределено В зависимости От того Насколько Там В какой Чашке Оно Оказалось Вот Это Вот Ровно Оно И Есть Вот Мы Так Хотим Чтобы Оно Ходило Чтобы Оно Сэмплировало Вот Эти Молекул В зависимости От Того Насколько Насколько Глубоко Мы Находимся Там Где Глубже Чтобы У нас Была Большая Вероятность Там Оказаться Там Где Мельче Меньшая Вероятность Оказаться То есть Мы Хотим На самом Деле Сэмплирование То есть Наконец Мы Поняли Как Мы Связали Первую Часть Нашей Лекции Черт Подери Со Второй Части Нашей Лекции Которая Относится К Машинному Обучению Итак Все Вот Этими Свойствами Обладает Семейство Методов Которая Называется Markov Chain Monte Carlo Или В простонародье MCMC Как вы видите Markov Chain Monte Carlo Состоит Из двух Частей Во-первых Это Марковская Цепь Если Мы Будем Вспоминать Какие Предыдущие Слайды Окажется Что Зависимости У нас Не Будет От Всего Предыдущего Пути По идее Или Эта Зависимость Будет Скажем Так Небольшая Как-то Просто Формироваться И То Что Это Monte Carlo То Что Это Monte Carlo Это Говорит Что Это Семплирование На самом деле Самый Известный Алгоритм Который Приходит На ум В связи С MCMC Это Metropolis Гастингс Здесь Все Все Так Как Мы Определяли То есть У нас Есть Некоторая Вероятность Над Пространством Параметров Которая Зависит От Нашего Текущего Состояния От Того места Где Мы Стоим Дальше У нас Есть Вероятности Которые Были Исходно Заданы Над Решающими Функциями Над Семействием Решающих Функций Мы Смотрим Вот Есть У нас Две Точечки Та В которой Мы Стоим И Ту Которую Мы Пытаемся В Которую Пытаемся Перейти Здесь Есть Два Аспекта Аспект Номер Первый Насколько Высоко Ну Давайте Что У меня График Нарисован Вот Это Т0 А Это Т1 Или Там Это Т0 Это Т Во Высота У этих Штуковин Она Разная Значит Наверное Клево Переходить С одной Стороны С другой Стороны Если Функция Перехода У нас Несимметричная То Вероятность Того Что мы Вернемся В эту Точку Вероятность Необратимой Ошибки Она Есть Представим Себе Что Туда Мы Можем Перейти С очень Большой Вероятностью А Обратно С Нулевой Но Это Необратимая Ошибка Это Совсем Плохо Значит Туда Мы Ходить Не Будем Может Быть Там Окажется Максимум Но Мы Окажемся На Каком То Островке С Которого Уйти Не Сможем А На Островке Искать Там Я Не Знаю Золото Тяжело У нас Есть Один Корабль И Мы На Корабле Туда Приплывем Дальше Кораблю Плывет Золото Мы Там Не Найдем То Нужную Задачу Не Решим Поэтому Есть Две Компоненты У Перехода У Перехода Есть Во-первых Соотношение Вероятностей Этих Точек В смысле Эффективности То В смысле Вероятности Нашей Решающей Функции Вот Это П От Ф Лямбда Т Тра Та То То есть Высота С другой Стороны Есть Вероятность Того Что Мы Вернемся Обратно Эти Вероятности Мы Довольно Тупо Точнее Это не Сами Вероятности Это Уже Отзыв То Шансы Эти Шансы Мы Просто Перемножаем Как Вы Понимаете Ну Да Что Мы Делаем Дальше Дальше Мы Кидаем Монетку Традиционно Монетка У нас Равномерно Распределена В 0.1 И Если Получившийся Коэффициент У нас Больше Либо Равен Фи То Больше Либо Равен Этому Значению То Мы Делаем Переход Иначе Не Делаем Переход Очень Простой Алгоритм На самом Деле Это Значит Что Мы Делаем Переход С Вероятностью Альфа Всего Лишь Теперь Смотрите У нас Альфа Может Быть Больше Единицы То Если 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 У нас Очень Хорошая Точка То Альфа У нас Вообще Будет Больше Единиц Поэтому Мы Всегда Ходим По Шерсти Если Мы Нашли Какую Лучшую Точку То Мы В нее Перейдем Точно Если Вероятность Перейти Обратно У нас Там Нормально А если Мы хотим Пойти Против Шерсти Если Мы хотим Пойти Вниз То Вероятность Этого Зависит От того Насколько Мы Ухудшим Нашу Функцию Если У нас Очень Острый Пик То Мы Пойдем Значительно С Меньшей Вероятности Если Пик У нас Пологий То Мы Пойдем С Большей Вероятностью Ок Я думаю Все С этим Разобрались Ну а Теперь Немножечко Давайте Все таки Поговорим О формуле Номер 11 Ну точнее О том Кто Такое Распределение 11 Ну если Это Нормальное Распределение Оно У нас Симметрично Черт Подери Значит Отзыв Вторая Часть Формулы Просто Уходит Ну Вероятность Перейти Обратно У нас Такая Как Вероятность Перейти В эту Точку В случае Нормального Распределения Ну если Это так Ну и значит И бог с ним Мы эту Компоненту Просто Уносим И в случае Когда вы Делаете Нормальные Шаги Ну или В целом Любые Симметричные Распределения Вас Устроят Любые Симметричные Распределения Вам будут Сокращать Последние Соотношения Поэтому Простые Реализации МЦМЦ Вот Собственно Метрополис Гастингса Они Учитывают Ну Берут Нормальное Распределение По Каждой Компоненте Делают Гауссовский Гауссовское Случайное Блуждание И Забивают На Эти Вероятности Этот метод Мы Реализуем За Пять Строчек Несмотря На то Что этот Метод Реализуется За Пять Строчек На самом Деле Он Довольно Эффективен И На практике Я много Раз Видел Что Его Применяют Серьезные Люди Потому Что Тупо Потому Что Это Первая Штука Которую Ты можешь Попробовать Очень Быстро Написать Она Зачастую Доходит До Правильных Результатов В Разумные Времена Но Конечно Же Конечно Же Это Все Дело Обладает Своими Недостатками Как Это Выглядит На практике Вот Так Красивенько Вот Она Откуда Сверху Прибежала Видите Как Быстро Прибежала А Потом Побежала Ходить По Как Какому То Отрогу По Какой То Вот Этой Аллее Мы Видим Что Это Как-то Не Очень Похоже На Случайное Блуждание И Да Это Не Похоже На Случайное Блуждание Потому Что Наша Плотность Ну То Есть У Нас Очень Большая Яма В ней Скопилось Много Много Молекул Нашего Кислорода И Мы Вот Эти Молекулы Выбираем Вот Они Расположены Все В основном Там Мы Можем Выбраться Обратно Какими Свойствами Обладает Метрополис Гастингс Во-первых Достаточно Доказано Два Свойства Он Обходит Все Пространство Ну Я думаю Что Вот Этот Момент Вы Можете Доказать И Самостоятельно И Во-вторых Это Действительно Взвешенное Сэмплирование То Оказывается Что Вероятность Попасть В ту Или И Точку Это Действительно Та Самая Вероятность Про Которую Мы Говорили С самого Начала То есть Это Действительно Сэмплиг Действительно Взвешенный Сэмплиг Очень Хорошо Из этого Следствие Что мы Точно Найдем Максимум Вот просто Железно Мы же Все точки Пойдем Значит И Максимум Тоже Проблема Только С тем Что Найдем Мы Конечно Его За бесконечное Время Поэтому Мц Мц Прекрасный Метод Бесконечно Изменяемый Прекрасный Метод То есть Мы можем Его Улучшать До бесконечности И каждый раз Вы будете получать Чуть-чуть Лучший Результат Чем больше Вы узнаете Предметную Область Тем больше Строчек Вы дописываете И у вас Становится Не 5 Не 25 Не 125 А миллион 25 строчек Которые Вы внесли Все свое Знание Предметной Области И он У вас Каждый раз Будет получать Лучший Результат Но Никогда Вы не можете Сказать Хватит Потому что бесконечности Слишком далеко То есть С одной стороны Это метод Который позволяет Решать Очень сложные Задачи Которые вообще-то Ничего не требуют Халява Сверху лежит С другой стороны Он Вас засасывает Как воронка Вы можете Бесконечно Его улучшать Можете Потратить 5 минут И потом Потратить Еще следующие 10 лет На то Чтобы Его Еще чуть-чуть Еще вот Капельку Подкрутить Особенно К этому Склонны люди Перфекционистского Плана Тангелине Я не советую Реализовывать МЦМЦ Итак Какие проблемы Есть у Метрополиса Метрополис Кажется очень Простым Единственная Непростая Вещь Здесь Это Вот этот Самый Это Вероятность Перехода Вероятность Функции У нас Фиксирована А вот Вероятность Перехода Она у нас Может как-то Конструироваться Собственно В конструировании Этой вероятности Есть проблема Ну Наверное Конструировать Вот это Совместное Распределение Всех 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 Параметров Ну Не хочется Ну Давайте Конструировать Не Совместное Распределение Всех Параметров А распределение Просто шага По каждому Из направлений Вот Насколько Далеко Мы будем Прыгать По направлению 10 Или 15 Мы Прошлые 20 раз Пробовали По направлению 15 У нас Не очень Получилось Может быть Нам Стоит Выбрать Какое Другое Направление Вместо 15 Или Выбрать Это Направление С меньшей Вероятностью Вот Про Это И Есть Алгоритм Гипса Исходный Алгоритм Гипса Берет Распределение Юниформули То есть Он берет Равномерное Распределение Между всеми Направлениями Но Опять Так Все Что я Реализовывал Оно Было Неравномерное Между Ними Учитывало Все Таки То Насколько Это Направление Хорошее Или Плохое И Далее Мы Исходим Из Текущей Точки И Да И там Еще Зависимость От И Должна Быть Конечно И Рассчитываем Шаг Делаем Случайный Шаг В зависимости От того Какое Направление Мы Выбрали И В какой Точке Мы Находимся При этом Заметьте Что На Больших Размерностях Мы Можем Предположить По Уже Сделанным Шагам Ну Допустим Какие-то Статистические Характеристики Той точки В которой Мы Находимся Если мы Уже Пытались Делать 200 Шагов Мы Знаем 200 Точек У которых Эта Компонента Такая Же Как Сейчас Это Хорошо В целом Я бы Всем Советовал Начинать С гипса И Мучить Этого Человека Потому Что Его Мучить Проще Он Реализуется За 6 Строчек Но Не надо Работать Совместным Распределением Это Очень Здорово Ну Наконец Последний Слайд На Сегодня Ну Если Мы Находимся Не в Вероятности Парадигме Что Делать Мы В прошлый Раз Лучше Всего Вы Поняли МСАЕ Я Правильно Понимаю Да Из Таргет А вот С Боецами Максимум Лайклихуд Возникли Некоторые Сложности Ну Хорошо Если У нас Сложности С этими Штуками Как Перевести В вероятности МСАЕ Хотя Ну МСАЕ Можно Перевести Вот так Мы Сегодня Вот Рассматривали Что Мы Можем Перейти В Пространство Всех Точек Которые У нас Заданы В Этом Пространстве Всех Точек Мы Можем Посчитать Эвклидовое Расстояние Это Эвклидовое Расстояние Мы можем Возвести В Ну Экспонент Из нее Сделать И дальше Из этой Экспоненты Мы можем Сделать Вероятность Ну Как Мы можем Сделать Вероятность Мы можем Поделить На Вот Этот Замечательный Интеграл Если Интеграл Берется То Мы можем Вести Такую Вероятность А Если Не берется То Мы можем сделать нечестно. Мы можем его сократить, хоть он и не берется. Это нечестно, это плохо, так не надо делать, но можно. Смотрите, что у нас происходило два слайда назад. Мы же одну вероятность делили на другую вероятность, правда? А z у нас везде одинаковый. Вы этого не слышали? Но в целом не всегда, когда эта штуковина есть, надо так досконально прям интеграл брать. А еще там есть константа c. Вот эта константа c это очень интересная штука. Эта штуковина нам определяет, насколько глубину нашей атмосферы, насколько плотно у нас будут сидеть молекулы, при какой разнице высот. То есть 100 метров это много или мало? 100 метров у нас уши болеть уже начали, мы в воде, на 100 метров в воде, наверное, нам тяжело будет. Или мы там в воздухе, и 100 метров нам посараем. Вот константа c как раз это и регулирует. На практике это означает то, насколько легко мы будем с вами шагать против шерсти. То есть опять-таки, вспоминая сам алгоритм перехода, вот эта альфа у нас будет давать не сильно отличающиеся от единицы результаты. То есть у нас вероятность перехода против шерсти будет велика. С маленьким c. С большим же c вероятность перехода против шерсти будет практически ноль. и мы сведем наш алгоритм к Clamindy Hill. Ну, к нестандартной версии Clamindy Hill. Вот. На этом я сегодня хотел бы закончить. Надеюсь, что 4 и 5 строчек и 6, про которые мы сегодня говорили, вам удастся написать для того, чтобы оптимизировать таргеты, которые вы строили с прошлого раза. Дело все в том, что напрямую для метода франжирования, мы в прошлый раз уже говорили, что с франжированием есть проблема, она кусочно-постоянная. Мы не сможем использовать градиентные методы. А если у нас нет градиента, то в основном, чем мы занимаемся, это либо МЦМЦ, о котором мы говорили только что, либо генетический алгоритм, про который мы поговорим в следующий раз. И то, и другое, это класс переборный алгоритм. В итоге я надеюсь, что таргеты, которые вы там придумали или не придумали, но, надеюсь, придумаете к следующему разу, раз мы разобрались с тем, кто такой таргет функции, вы сможете оптимизировать. Посему на самом деле суммарное задание, оно такое. Мы берем данные Яндекс.Интернет.Математика. 2007. Там, кажется, 50 факторов всего. То есть там размерность 50. Жалко. Берете ваш любимый таргет. Тот, кто не придумал таргет, берет МСЕ. МСЕ, ну понятно, у вас есть оценка релевантности для каждой точки. То есть оценка, которую эксперт сказал, хороший документ или плохой документ. Вот эту оценку вы приближаете с помощью оставшихся факторов. Это МСЕ. Если вы придумываете другой таргет, и на самом деле, конечно, гораздо интереснее, если вы придумываете другой таргет, вы делаете приближение в соответствии со своим таргетом. В результате вы получаете ранжирующую функцию. В каком классе функций это ваше дело? Это могут быть... Ну, я бы рекомендовал два варианта попробовать. Первый вариант – это класс линейных функций. И второй вариант – линейные плюс все квадраты. Ну, все комбинации, да? Попробуйте, начните с этого. И посмотрим, какие очки по сравнению с алгоритмами, которые участвовали в интернет-математике 2007, вам удастся получить. Плюсик – это значит, вам удалось дойти до 10-го места. Окей? Это реально, абсолютно. На тот момент мы были... Ну, примерно так все и подбиралось. В частности, МЦМЦ там вполне себе нормально рулил. Вопросы? Нет, данные мы не будем сэмплировать. Проблема вот в чем. Я ничего не могу рассказать про данные, потому что я же не знаю, в какой конкретной ситуации вы находитесь. То есть, на самом деле, я абсолютно ничего не знаю, как сэмплировать мышек. Я ни разу этого не делал. А вот сэмплировать функции, мы в простой раз поняли, что это может быть эффективно. Для многих таргетов мы построили вероятность вот этого вот P, F при условии X. Исходя из B, S, исходя из каких-то других соображений. Это не важно. Важно то, что мы построили распределение, и теперь с этим распределением надо научиться что-то делать. Если мы умеем считать одну единственную функцию, собственно, распределение, оказывается, что сэмплированием всего пространства мы можем найти какое-то подобие оптимума. Очень хорошо. То есть, научиться брать вот тот интеграл, который был в прошлый раз на Бойесовские методы. Помните? Вот это ровно тот интеграл, который можно взять сэмплировать. По науке. Вот. Все. Ничего больше нового я не могу сказать, к сожалению. Еще вопросы? Спасибо. Ты говоришь про повторное сэмплирование? Да. Повторное сэмплирование я про Bootstrap расскажу. Про Bootstrap расскажу, но чуть-чуть позже, когда буду рассказывать про баггинг. Мы дойдем до Boosting Bagging. В этом месте я расскажу про Bootstrap. Я думал рассказать чуть-чуть пораньше, но что-то понял, что если я сейчас начну возгрузить Bootstrap, вы просто не поймете, что происходит.